У меня дошел черед до баницы. Я хочу приготовить вот это вкусное болгарское блюдо. Это выпечка из теста и начинки на основе брынзы или подсоленного творога. Как и любое национальное блюдо, оно имеет массу вариаций. Естественно, каждая хозяйка готовит его по-своему. Я не берусь утверждать, что моя баница будет настоящим рецептом. Это будет настоящее, аутентичное блюдо болгарской кухни. Но я хочу просто приготовить так, показать, как это делаю я. Несколько лет назад, еще когда мы жили в Египте, я, естественно, в интернете вычитала этот рецепт. Мне очень понравился. И, собственно, как такового и рецепта нет. Это всегда вариации, в принципе, из того, что есть. Конечно, настоящую баницу готовят из теста, приготовленного собственноручно, вытяжного, вытягивают и так далее. Но я сегодня это делать не буду. Я попытаюсь приготовить баницу при помощи тонкого лаваша. Когда-то я готовила и с помощью теста фила. Мне тоже очень нравился тогда вот этот процесс приготовления. Но вот в моем варианте это будет тонкий лаваш, это будет творог, это будет немного брынзы я натру. Мне будет нужно 3 яйца в заливку, одно яйцо пойдет в творог, сливочное масло, сметана, соль. Все, весь рецепт, весь состав продуктов. Первым делом нужно, конечно, приготовить начинку, так как тесто уже готово. Здесь у меня полкилограмма творога и вот пару кусочков хорошей брынзы. Я ее натру на терке, прямо сюда в творог. Брынза у меня, наверное, грамм 150 было. Теперь мне надо эту начинку подсолить. Хоть брынза и соленая, но творога многовато, поэтому я посолю. Баница любит такую подсоленную начинку. Сейчас хорошо перемешаю, чтобы творог смешался с брынзой. Творог у меня такой вот хороший, курпинчатый, рассыпчатый. И сюда разобью сначала одно яйцо, посмотрю, если понадобится, разобью еще. Так, я вижу, что сразу мне надо будет еще одно яйцо. Творог не влажный. Все, начинка из творога готова. Я тем временем возьму масло, брусочек прям вот так. И хорошенько смажу форму, в которой будет выпекаться баница. И, собственно, вот сам лаваш. Лаваш у меня такой длинный. Я попыталась его порвать, и он рвется неровно, поэтому я ножничками порежу. Порежу на такие пласты, которые мне нужны будут для сворачивания рулетов. Когда я делала это из теста фила, то я не сворачивала рулетом, а прямо брала кусочек теста. Складывала вот в серединку начинку, вот так вот сжимала и выставляла в форму. И оно получалось потом при разрезе такое хаотичное яйцо. Может быть мне и сейчас так сделать? Но сейчас подумаю, не рулетом, сейчас я это подумаю, как сделать. Пока я режу полосочки. История этого болгарского пирога уходит корнями в глубокую древность. Считается, что прообразом первой баницы является какое-то кушание в славянской древности. Такие болгарские слова, как млин, клин, два названия болгарской баницы, имеют такой очень отчетливый славянский подтекст. Потому что в украинском языке тонкие блинчики и сейчас называются млынцы, млин. Ну и точно известно, что в 10-11 веках баница уже являлась частью праздничного стола болгар. У болгар есть такая легенда о том, что первоначально Бог сделал землю ровной и гладкой, как лепешку или как раскатанное тесто для баницы. Но потом, когда он решил прикрыть землю врышником, это такая глиняная форма для выпечки хлеба, оказалось, что она больше и не влазит целиком под крышку земля. И чтобы улучшить ее состояние, Бог подавил ее со всех сторон и от этого земля сморщилась, покрылась сладками, как банница. И так, согласно представлениям болгар, в средневековье появились горы и долины. Вот как раз у меня вот такой формы будет банница. И вот теперь я беру эту нашу прекрасную, чудесную заливку и вот так по всему периметру пирога ее разливаю. Разливаю, распределяю. Чтобы наши все горы и долины были покрыты этой чудной заливкой. Если где-то останется вот так беленькая, то это не страшно. Мне даже нравится, когда оно зажаривается и получается такое, кончики пики гор будут немножко оттеняться. Все, сейчас нужно будет отправить в духовку, но перед этим я хочу еще от себя сделать вот такое действие. Присыпать кунжутом слегка. И немного негелы, чернушки сверху для контраста. Все, наша красавица идет в духовку загорать. Все, вот полчаса в духовке и баница вкусная готова. Всем приятного аппетита. И пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от того, в какое время вы смотрите это видео. И еще пусть он будет вкусным. Продолжение следует...